Этот коллектив родился в день смеха, но покоряет свою аудиторию всерьез и надолго. Ансамбль солистов-виртуозов «Волга Фолкбенд» отмечает первый юбилей и готовится представлять наш регион на престижном международном музыкальном турнире «Терем Кроссовер-2018». На юбилейном концерте коллектива в Самарской филармонии побывала наша съемочная группа. Домра должна звучать идеально. Татьяна Поломордвинова сосредоточена, но в глубине души невероятно волнуется. В ансамбле «Волга Фолкбенд» она с самого основания. С 1 апреля 2013-го. Мне нравится играть, нравятся эти музыканты. Совместное музицирование – это хорошо. Волга Фолкбенд Более 200 авторских аранжировок и свыше 20 программ. Успешные гастроли и конкурсы. По сложном списке самарского коллектива за первое его пятилетие немало побед. «Волга Фолкбенд» – это шесть исполнителей-виртуозов. Ударные и вокалистка Наталья Бондарева. Ансамбль звучит как оркестр. Музыканты играют на народных инструментах, но не ограничивают себя в выборе стилей. «Название «Волга Фолкбенд» говорит само за себя. У нас, конечно, есть и эстрадная направленность коллектива. На церковной программе у нас первое деление будет с солистами путешествия по странным континентам, опять же, по разным жанрам и стилям музыки. А второе деление будет знакомые русские народные песни, залихватские мелодии. То, что близко нашей русской душе». Ансамбль прошел во второй тур международного музыкального турнира «Терем Кроссовер» впервые от Самарской области. И в 20-х числах октября отправится покорять культурную столицу. «Там подо мной сирены голосили! Не помню, храня или храня! А здесь над самым двигателем смыли! И из объятий вырвали меня!» Фантазия на классические и народные темы «Русская Бахиана», посвященная Сергею Королеву и полету первого человека в космос – один из тех номеров, которые «Волга Фолкбенд» представит на турнире. Стихотворение Высоцкого к космонавту Юрию Гагарину читает актер и мастер художественного слова Сергей Макаров. «Сначала была музыка, и потом уже в эту музыку мы пытались влить стихотворение. Ну, я говорю, и Высоцкий лег на нее». Летом ансамбль давал концерты в Чечне и Дагестане. Впереди – очередные гастроли и регулярные выступления в районах области. Новые аранжировки пишутся даже в поездках. А идей столько, что хватит еще на несколько программ. Алена Власова, Владимир Терентьев, Новости губернии.